Три, два, один. Лазерное шоу, брендовая форма и собственный хоккейный гимн. Возведенная в рекордный срок всего за 8 месяцев, Скиф-арена с первых же секунд заявляет о себе ярко и громко. Три, два, один. Инвестор и идейный вдохновитель проекта алтайский предприниматель Владимир Попов, исполнив личную мечту, подарил шанс покорить лед большому числу детей. Случилось то, о чем я мечтал всю жизнь. Сегодня я стою на ледовом поле, что, наверное, я испытываю внутри, но это не высказано. Это огромный подарок для наших ребятишек и возможность для детей, и для детей района стать новыми звездами российского спорта. Сейчас новый спорткомплекс набирает воспитанников, приглашает детей от 4 до 10 лет, готовых заниматься хоккеем. Принимают всех желающих. И уже откликнулось больше сотни родителей, что, конечно, не предел. Ведь здесь не нужно платить ни за лед, ни за тренировки. Все абсолютно бесплатно. Содержание спорткомплекса полностью берет на себя инвестор. Ежегодно он будет тратить порядка 74 миллионов рублей, которые пойдут на покупку формы, выезды команды на соревнования и оплату работы тренеров. Стремимся, конечно, мы, так скажем, открыть школу в дальнейшем, чтобы все структуры у нас, ступеньки все были. Возможно, будем к этому стремиться МХЛ, молодежная хоккейная лига, школу на базе академии СКИФ. Я работал в Китае, в городе Ухань, интернациональный хоккейный клуб. Мне предложили хорошие условия, так скажем. И инфраструктура вся, которая здесь есть, мне очень все понравилось. Поэтому согласился работать здесь и не стал уезжать обратно. Дома, конечно, лучше. Открытие СКИФ-арены позволит во многом решить главную проблему алтайских хоккеистов – дефицит льда, который здесь будут заливать перед каждой тренировкой. В СКИФе самый крутой лед на Алтае. Можно просто сделать заливку, можно срезать, можно там до 0,3 мм, например, срезать. Ну, как бы, если... Каждая заливка, лед поднимается. Ну, вот если с ножом едешь, ножа побольше сделал, он уже срезает больше, например, в две заливки. Ну, как бы, определенно там 1,6-1,8 толщина льда рабочего должна быть. Всего в новом ледовом дворце будет заниматься порядка 400 детей. В будущем планируют открыть секцию и по фигурному катанию. И это будут не только дети из поселка Новые Зори, где открылся комплекс, но и из соседних населенных пунктов, а также индустриального района Барнаула. Откуда добраться до СКИФ-арены проще, чем до ТИТОФ-арены в центре города. Пока ребятишек все родители транспортируют, пока вот у нас. Ну, мы написали письмо в мэрию, у нас же до Лесного двадцатка ходит. Здесь от Лесного до нашего комплекса 3 километра. Большой надеждой, что и мэр Барнаула примет правильное решение, и министр транспорта, чтобы сюда двадцатка ходила. Для нас это будет очень удобно. Первые тренировки юных хоккеистов должны начаться в апреле. А на полную мощность местная хоккейная академия планирует выйти в сентябре. И через 10 лет Владимир Попов ждет появления на Всероссийской международной арене целой плеяды хоккейных звезд из Алтайского края. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком.